Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. В этом видео я, Пашкевич Анна, предлагаю вам подготовить грядку для подзимней посадки луковых культур. Первое и самое важное, что необходимо помнить, это то, что луковые культуры не любят кислую почву. Они любят более нейтральную или слегка почелаченную. Поэтому стоит раскислять почву путем внесения традиционных золы или доломитовой муки. Почва хорошо обогащается серой путем предварительного высева сидератов. Например, хорошо снабжают почву серой, такие крестоцветные, как горчица, резько-масличные. Также необходимо по возможности добавлять в эту сидеративную смесь овес для разрыхления почвы. Третье, о чем не стоит забывать, это то, что луковые культуры любят покушать. Поэтому, если вы предварительно не удобрили почву при уборке предшественников, то необходимо сделать это сейчас. А именно, внести куриный помет, конский навоз или коровий навоз. Конечно, последнее, чтобы были перепревшие. Также не стоит сбрасывать со счетов компост и биогумус. Если у вас есть трава, неразложившаяся, скошенная трава, которая уже перепрела, то можно ее небольшим слоем внести под будущую луковую грядку. И после этого обязательно все просыпать почвенными полезными микроорганизмами. Если у вас почвы плотные, тяжелые, и вы еще не добились их структурности и легкости, то в качестве материала, который хорошо структурирует почву, можно использовать обычные древесные опилки. Внесенные под зиму опилки будут постепенно перепревать. И весной, когда начнется активная вегетация лука, опилки не будут забирать азот из почвы, а будут, наоборот, отдавать его в доступные к усвоению форме растения. Также для предупреждения появления или развития в почве нематоды, луковой мухи можно использовать различные биологические препараты на основе гриппа метаризиум. После того, как вы внесете все компоненты на будущую луковую грядку, до момента высадки основной культуры, необходимо по возможности укрыть каким-нибудь материалом. Для того, чтобы лучше происходили микробиологические процессы, не происходило лишнее влагоиспарение. Надеюсь, это незатейливое короткое видео будет для вас полезным. Хороших вам будущих луковых урожаев. Всего доброго! Оставайтесь на канале Процветок. Ставьте нам лайки. До новых встреч!